Итак, давайте приступим к созданию меню. Как мы видим, есть базовое меню, ну, нам нужно подредактировать кое-что. Также будет нужно некоторое создание страниц. Давайте перейдем в консоль. Ну, тут можно в меню сразу перейти. Хотя нужны страницы, поэтому зря я в меню пошел, но сейчас все сделаем. Страницы. Значит, блок оставляем. Это страница с записями. Card, Checkout. Смотрите, вот это лишние страницы. Card, Checkout, Contact, Use, My Account, Sample Page, Shop Page, Wish List. Вот эти все страницы нужно удалить. Действия. Удалить, применить. Так как они дублируются. Сейчас я вам покажу. Блок, Главная, Корзина, Магазин, Мой Аккаунт, Оформление, Список Желаний. То есть все есть. Во-первых, нужно страницу Магазин переименовать в Каталог. Наводим на страницу Изменить и просто меняем название. Каталог. Обновить. Обновление. На WordPress кликаем, чтобы выйти отсюда. Так, дальше. Мой Аккаунт изменить. Наличный кабинет. Вот. Личный кабинет. Обновить. Выходим. Дальше. Список желаний изменить. Так. На Избранное. И я хочу еще функционал избранных товаров в личном кабинете отображать. Поэтому мне нужно скопировать. Выйдем отсюда. Зайдем в личный кабинет в режим Изменить. Так. И плюс. Кликаем для добавления блока. И просто введем шорткод. Вот шорткод виджет. И сюда вставляем скопированный виджет. Обновить. Обновились. Выходим. Список страниц. Избранная. Каталог. Корзина. Лист. Ну, все хорошо. Теперь добавляем страницу о магазине. Тут кнопка есть. Добавить новую. О магазине. Опубликовать. Опубликовать. И давайте еще вот в личном кабинете я что-то поменяю. Второе. Название кабинет я сделаю так же с большой буквы. Вот так вот. Обновить. WordPress. Добавить новую. Доставка и оплата. Опубликовать. Опубликовать. WordPress. Добавить новую. Контакты. Опубликовать. Опубликовать. WordPress. И давайте блок изменить. По-русски напишем блок. Обновить. Все отлично. Теперь давайте перейдем на сайт. Переходим в режим настроить. Вот наверху кнопочка для этого есть. Ну, в принципе, наше меню уже... Ну, сейчас мы меню сделаем. Оно по умолчанию там, в принципе, определилось. Но сделаем получше. Топ. Это меню. Меню 1. Вот. Смотрите. Home. Это будет название как главное. Дальше у нас должны... Ну, вот эти красные нужно удалить. Удалить. Добавить элемент. Страницу о магазине. Каталог. Доставка и оплата. Контакты. Смотрите. Главное. Теперь добавились пункты. Теперь зажимаем левую кнопку мыши. Мы упорядочиваем их переносом. О магазине. Потом каталог. Костюмы удаляем. Куртки удаляем. Апгрейд удаляем. Доставка и оплата. Ну, вот так вот будет. Блок. Контакт. И область в меню. Выбираем его как мы. То есть глав. Добавить элементы. Мы должны категории добавить вот под этот. Под каталог. Давайте выберем категории товаров. И прямо все. Только дочерние. А, ну да, дочерние. Все добавляем категории. И сейчас будем их упорядочить. Так. Кстати, вот эту категорию нужно удалить. Я так и забыл. И смотрите. Нам нужно сделать так, чтобы при клике, при наведении на каталог выезжали на пункт каталог выезжали дочерние пункты с категориями. Для этого берем категорию джинсы. Зажимаем левую кнопку мыши. И переносим под каталог. И смещая на один уровень вправо. Это будет обозначать, что этот пункт меню дочерний первого уровня. На каталог наводим. А, ну сейчас здесь не будет видно. Это потом будет видно. Если, допустим, мы возьмем свитшоты и еще правее отправим правее джинсы, то... Так, сейчас. Вот они, свитшоты. Вот. И еще правее. То тогда при наведении на пункт меню не каталог, а именно джинсы, будет выходить в пункт меню свитшоты. Он будет дочерний второго уровня, но нам нужно сделать его дочерним первого уровня. Опять сбился. Сейчас переносим. Так. Дальше. Джинсы, свитшоты, платья. Так, свитшоты опять улетел куда-то. Но это такой косяк. Косяк этой темы. Рубашки. Подплатье. Смотрите, опять свитшот, видите? Давайте опубликовать, чтобы сохранить. Дальше. Переносим. Костюмы. Вот свитшот опять, видите, у нас. Костюмы. И дальше. Куртки. Куртки кожаные. Уже дочерние второго уровня. Пуховики также дочерние второго уровня. Так. И, кстати, брюки можно было бы... Сейчас пока временно сюда перенесем, но мы будем... Брюки... Кстати, опять. Так, давайте. Вот они, брюки под джинсы переносим. Так, нам нужно сохранить изменения и выйти из этой панели настроить. И заново зайти, чтобы вот таких скачков не было. Настроить. Меню. Меню 1. Смотрите. Брюки под джинсы. Свитшоты под брюки. И дальше. Кроссовки. Ну, во-первых, лучше, наверное, кеты над кроссовками. Туфли. Ну, вот. А вот пункт распродажа, наверное, мы после пункта каталог поставим. Вот. Вроде все. Главное в магазине каталог распродажа блог контактов. Отлично. Все идеально. Теперь. Меню топ есть у нас. Здесь можно добавить почту. Например, добавить произвольную ссылку ставим. И ставим, допустим, нью шоп. Пусть магазин как-то называется. Нью шоп. Как будет называться почта? Инфо собака нью шоп точка ру. Вот. Берем, копируем адрес почты. Здесь делаем следующее. Mail. Прям так вводим слово. Это ключевое слово, необходимое для того, чтобы производился автоматическое формирование письма. Двоеточие. И вставляем название почты. Добавить меню. И относим это меню к хидеру. Должно быть сверху появится. Смотрите, стики меню. Это выбираем меню 1. Сейчас я вам покажу, что это такое. Вот видите меню. И вот она. Вот это стики меню. То есть это меню, которое при прокрутке появляется закрепленное. Допустим, так, футер меню, это вот это меню. Но на самом деле это меню не нужно. Оно будет лишнее. Но если вам нужно вот здесь меню какое-то разместить, то вы здесь выбираете это меню в качестве футера. Но я не буду его выбирать. Я этот блок потом вскрою. Ну а допустим, а если мы меню 1 поставим еще в хидер меню. Да, видите, он не подгружается здесь. Поэтому выбрать ставим. Так, отлично. Выходим отсюда. Топ меню можем удалить. Теперь оно не нужно нам. Меню остается. Endpoints. Order. Download. Адрес. Ну давайте, я предлагаю это меню назвать. Сейчас, минутку. Для клиентов. И вот эти все, в общем-то, штуки давайте не так сделаем. Мы его такую оставим. Может какая-то информация будет нужна. И зайдем в меню здесь. И создадим новое меню. А зовем его для клиентов. И здесь мы его... Ну здесь мы кликнем далее. Добавить элементы. И здесь нужно добавить страницы о магазине, доставка и оплата, контакты, блок, естественно. Ну и в принципе все. Только блок наверх. Далее. Следующее. У нас есть еще вот такое вот меню. Боуфутер. Тоже не особо нужно это меню. Значит, мы создадим также новое меню, которое назовем каталог. И здесь далее. Добавить элементы. И здесь уже категории товаров. Нужно вывести джинсы, цвет. Но только теперь уже главные. Рубашки, куртки, костюмы, кроссовки, кеды, туфли, брюки. Все. И тут джинсы, брюки. Сюда. Ну, примерно вообще-то. Тут нужно раз, два, три, четыре. Ну, максимум восемь категорий. Джинсы, брюки, свитшоты, платья, рубашки. А, все, я понял, что мы сделаем. Удалить. И назовем одежда. Далее. Все отлично. И следующее меню мы создаем еще обувь. И здесь добавим элементы. Туфли. Кеды и кроссовки. Кеды, кроссовки, туфли. Создадим еще одно меню. Аккаунт. Аккаунт. Добавить элементы. И здесь мы страницы добавляем личный кабинет. Избранная. И ссылку поставим. Авторизация. И здесь мы пока временную ссылку поставим. Потом добавим новую правильную. То есть, начало идет авторизация. Потом личный кабинет. Потом избранная. Все. Опубликовать. Это все меню. Навигационный меню. Будут нам нужны вот эти три, которые мы создали. Аккаунт. Для клиентов. Даже четыре. Обувь. Когда мы будем настраивать в подвал. Это нужно в подвал. Здесь у нас все есть. Дизайн мы подправим. С иконками разберемся, когда на следующем уроке. Когда будем делать. Не на следующем уроке. Наверное, через урок или через два урока. Когда мы будем настраивать главную страницу. То есть, вот так вот. Это выглядит. Ну, давайте, наверное, сделаем иконки для пунктов с навигационного меню. Давайте выйдем отсюда. Давайте перейдем в консоль. Вот тут, смотрите, плагины. Добавить новый. И здесь в поиске нам нужно ввести меню. Айкон. Вот этот плагин. Установить. Активировать. Здесь. Меню. Здесь выбираем меню. Ну, давайте, меню 1. Это главное меню. Здесь, смотрите, настройки меню icons. И выставляем галочки во всех чекбоксах. Сохранить настройки. Давайте откроем первую менюшку. Иконка. Выбрать. Так, не подключили все меню. Во-первых, сохраним меню. Обновим эту страничку с браузером. Главное. Иконка выбрать. Здесь выбираем фонд Avison. Здесь home вводим на английской раскладке. О магазине открываем. Выбрать. Фонд Avison. Shop. Вот это выбираем. Выбрать. Дальше. Каталог. Выбрать. Shop. Фонд Avison. Вот. Каталог. Дальше. Пропускаем это все. Распродажа. Выбрать. Фонд Avison. Можно вот такую выбрать корзиночку. Да. Скрываем. Доставка и оплата. Иконка. Фонд Avison. Car. Вот. Выбрать. Блок. Выбрать. Фонд Avison. Edit. Выбрать. Контакты. Выбрать. Фонд Avison. Фонд. Сохранить меню. Перейти на сайт. Видите, как лучше стало. И вот таким образом нужно будет подгрузить иконки для всех наших навигационных меню. Давайте это сделаем и встретимся сразу после того, как я это все закончил. И так, значит я позаводил иконки, но мы забыли кое-что сделать. Я нахожусь сейчас во второй панели, где можно собирать меню, то есть консоль, внешний вид и менюшка. Нам здесь нужно выбрать наше меню главное, меню 1 и выбрать. Кликаем. Мы должны добавить кнопку консультация. Давайте здесь мы произвольная ссылка, текст, кнопки, большую букву, все заглавное. Консультация. Так. И давайте добавим, не знаю, здесь любую пока ссылочку, неважно какая она будет. Пусть Яндекс.Ру. И добавить в меню. И вот она, самый конец, как раз таки, куда нам нужно будет встала. И теперь давайте сохраним меню. Я не так все сделал, чуть-чуть. Давайте откроем меню консультация. Удалим ссылочку. И вот здесь выбираем всплывающее окно консультация. И иконку выбираем. Фонд Ави Сом. Нам нужен, по-моему, help называется, requestion. Я точно не помню, help. Нет. Вот знак вопроса нам нужно. Вот. Выбираем. Все. То есть, мы можем ссылку не вставлять, а сразу выбирать всплывающее окно. Все. Сохраняем изменения. Переходим на главную страницу. Вот, пожалуйста, консультация. И что-то окошко не выходит. Давайте в консоль вернемся. Попробуем по-другому сделать. Тут есть у нас поп-ап окна. А. Точно, я же по-другому хотел. Я хотел при консультации не поп-ап окно, потому что этот сайт не сильно, эта тема не сильно с поп-ап окнами дружит. Поэтому давайте. У нас будет форма на странице контакты. Страница все страницы. И вот здесь контакты. Перейти. И вот копируем адрес страницы из адресной строки браузера. И дальше в консоль возвращаемся. Внешний вид меню. И здесь консультация открываем. И здесь не всплывающее окно, а ссылку на страницу. Все. Сохраняем меню. Теперь сейчас все будет хорошо работать. Перейти на сайт. Консультация. И контакты. Здесь будет формочка наша. Отлично. Значит, с менюшками мы все сделали. Это главное меню, это каталог. И остальные меню мы вставляем в подвал сайта, когда будем настраивать этот подвал сайта. Но на следующем уроке мы займемся настройкой шапки сайта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА